Это тоже очень интересно послушать, вообще говоря, что она думает о сегодняшнем состоянии литературы, поэзии и о своих друзьях. Вот, ну я примерно обрисовал круг вопросов, который интересен мне. Вам могут быть интересны совершенно другие вещи, у вас будет возможно задать вопросы. Все, я на этом завершаю. Да, на всякий случай, с нами еще Михаил Володин, минский писатель, бард, поэт, ему мы тоже можем поклопить. Он вчера, он вчера представлял Веронику Долину на концерте, а сегодня он, возможно, должен сказать о ней несколько слов, я его, по крайней мере, об этом попрошу. Ну вот, я, собственно, все сказал и я предоставляю слово Веронике Даме. Так, всем добрый день, огромное спасибо, что собрались. Я здесь, знаете, почему? Потому что я обожаю места, где аккумулируют книжки. Вот и весь принцип, по которому не очень трудно было меня вытащить из Москвы, меня вообще не очень трудно вытащить откуда бы то ни было, например, из Москвы. И подолгу там сидеть или даже в другом месте сидеть я не очень сильно люблю. Я люблю поводы, по которым можно вытащиться из дому, но ничто другое, как выступить в книжном магазине или среди книжных полок не вытаскивают меня из дому так энергично. И это очень легко. Я обожаю книжную ярмарку. Я об... Абсолютно. Когда они начались в Москве, и все это было еще ужасно фешенебельно, что какие-то... Вы не представляете, какие именитые люди друг к другу перезванивались и говорили, нет ли у тебя возможности помочь моим родственникам достать билет на книжную ярмарку на несчастной ВДНХ, это было трогательно, да, слез и с ног сшибательно. Мы добывали эти... на книжную ярмарку билеты. Между прочим, контора международных книжных ярмарок обнаружилась абсолютно напротив моего дома в Москве, где я живу. В этой конторе я сию секунду обнаружила неравнодушных людей и стала разжеваться этим билетом. Я люблю книжные ярмарки. Что бы вам хотелось от меня здесь и сейчас услышать, скажите мне. Я скромный московский поэт, значит, со средой обитания довольно разбросанной, довольно. И это тоже только с годами. Я бы вообще-то держалась бы за эту несчастную Москву, ну, держалась бы, да судьба не позволила. Она меня и с юности вручала мне какие-то билеты на самолеты, на поезд И отправляла куда хотите, в заполярный Норильск, в очень отдаленный Владивосток, в довольно элегантную, хотя не богатую Ригу, в очень дружелюбный Минск, в такой немножко поджавшей губы, ну, вообще вполне братский Питер. И я ездила еще совершенно девчоночек лет, мне некуда было деваться. Хотя с девчоночек лет у меня уже водились дома дети, и даже мужчина, и собака. Я бы лучше бы сидела бы в этих кастрюлях, бы помешивала. Но судьба вручала билеты, я пилила куда ни попадя. Я еще с 78 по 80 год проработала сегодня в неслыханно модном фильме, воспетом Институте физических проблем, там, где трудился на билья от Лев Давидович Ландау и прочие всемирно знаменитые люди. Я еще там работала с 78 по 80. Работала физиком? Под физиком. С субфизиком я работала. Я работала в редакции, в которой счастливы были постучаться в двери все, кого я перечислила и не перечислила. И корректуры Зельдовича, Мигдала, Сахарова, это было у нас запросто. Я была девочкой, которая ведала этой перепиской, этой картотекой, этой корректурой. И мне мой босс Евгений Михайлович Лившиц говорил, не понимаю, что ты тут делаешь. А что я делала? Я была девочка при редакции, но у меня почти каждый день был концерт, а суббота, воскресенье, вот в тех городах, которые я уже неосторожно вам назвала. А самолеты летали ужасно, и в те времена поди-ка ты в воскресенье сядь на самолет так, чтобы в субботу, не в субботу, а в понедельник, в половине девятого утра быть на работе в начале Ленинского проспекта. Это было трудно, я немножко опаздывала, но место было совершенно западное, они меня жутко дрючили, вот. Они не очень обижали, но пытались стружку снимать, и на работе следовало быть рано. Все, в 80-м году мы с ними расстались, я занялась только стихами и концертами. У меня в июне 80-го года в журнале «Юность» вышла первая, самая первая моя публикация стихов. К ней маленькая вступленица написал Булат Шалчакуджава, который был ко мне очень строг, но по большей части справедлив. А уж как вы строг, вы даже не можете себе представить, как он был ко мне строг. Ужасно, ужасающе. По части песен или по части стихов? Ты думаешь, это такой едкий вопрос? Он не разъединял, он не разъединял. Он был ко мне, в общем, милосерден, мне в мои те 20 лет хватало его милосердия. Но строг был ужасающе, ужасающе. Когда еще год-другой спустя я пришла к нему, я много писала и тогда, с уже сложенной книжкой стихов, он сказал «Ничего не будет». Я тебе вот, вот послушай меня. «Ничего не будет, никакой книжки не будет». Я, значит, севшим голосом говорю «Это почему?» А он говорит «Не будет». Во-первых, тебе не пора. Во-вторых, тебя никто не допустит. Я совершенно упавшим голосом говорю, что значит «не допустит». Он говорит «Посмотри на себя в зеркало». Никто не допустит такое Буратино, как ты. Стали мы жить дальше. Такое Буратино, как я. Злосчастнейшая. Пела, распевала эти несчастные, значит, песни. Ну, сколько-то там буратинским голосом, но стараясь встать с колен. Стараясь. Вот, заперла меня судьба в одном лифте с таким очень фешенебельным человеком, которого звали Виктор Сергеевич Фагельсон. Это был редактор «Всея» по-русски пишущейся поэзии в издательстве «Советский писатель». Я говорю, Виктор Сергеевич, мы будем, ну, год я не знаю какой, 80-й, 82-й какой-то. Я говорю, скажите мне, что книжку делать будем. Я тебе, говорит он, ничего не скажу. Ничего такого. Я говорю, поздно, я уже книжку сложила и принесла. И он таким скучнейшим голосом Фагельсоном был женат на актрису-современника Лили Толмачевой. Очень был именитый такой по-своему человек в литературном и театральном мире. К тому же красавица-лапочка. Но я по таким не специалист, и они по мне не специалисты. Я все со своим почему, а он говорит, потому. К тому же лифт все никуда не ехал. И он говорит, приготовься к паузе лет на шесть. В смысле принесла рукопись, а теперь пауза лет на шесть. Она даже не на шесть затянулась больше. Советский писатель меня так и не издал. Да и ладно. В общем-то и ладно. Все это все равно была школа рабочей молодежи, ничего. Ничего. Зато были концерты. Это большое компенсирующее упражнение. Упражнение большое. Я все равно очень старалась. Я еще и была выходец из нескольких довольно знаменитых московских литобъединений, где не так уж с меня снимали стружку, а очень даже, между прочим, трепали меня по плечу. И буратины не называли. Не называли. А какое литобъединение? Я ходила к Левину в магистраль. Я ходила к Слуцкому и я ходила к Эдмунду Ятковскому в бывшее МГУшное литобъединение. Целых три. Ну так, эпизодами, но я шныряла и туда, и сюда. Вот. Мне, в общем-то, везде было интересно, везде нравилось, честно говоря. И мне было лет, даже не знаю, шестнадцать ли, ну примерно, когда я начала ходить в эти литобъединения. Мне было интересно. Я не чувствовала ни унижения от того, что кто-то там не печатает, а кто-то, застряв со мной в лифте, говорит, печатать не будем. Да, честно говоря, мне было наплевать. Вот. Про что вам рассказать? Так, ну, когда вышла все-таки книжка первая? Книжка вышла. Внимание! Стою я за кулисами театра эстрады, куда я была допущена, ну, уже в начале восьмидесятых годов. Был такой знаменитый конферансье Борис Сергеевич Брунов, которого в необгновенном концерте образцовском, кукольном знаменитом многолетнем спектакле долгожители пародируют и имитируют. Вот. Хороший московский дядька. Каким-то образом я... Ему понравилось. И он меня тоже никак не называл и не подыскивал мне каких-то уничижительных кличек. А в театре эстрады даже повесил мой портрет между Махмудом и Самбаевым и Забыла кем еще. Не помню. Короче, на стене повесил ей Богу. Я была в потрясении, что в театре эстрады повесился мой портрет. С какой, собственно говоря, стати? Где эстрады и где я? Однако что-то ему в этой вот московской темке, в этой сретенке улицы моего детства, которую я все пела да пела, что-то его там растрогало, Брунова. Значит. И он меня стал бы таскивать на какие-то... Мать-перемать. На какие-то концерты, более или менее общие. Ну, я не знаю там. Условные какие-то московских окна, негасимый свет. Ну, что-то такое. Стою я в такой кулисе, в каких-то московских окнах, негасимом свету. Подходит ко мне невидимый для меня неведомый человек, щиплет меня за локоть и говорит, у меня для вас новость. Ваша книжка вышла в Париже. Знаете? Я говорю, нет. Это был 87-й, чтобы вы не думали, что 78-й. 87-й уже год. Уже многое позади. Уже, в общем, плещет крылами перестройка. Уже выплеснулся чертов Чернобыль. У меня уже вполне, в общем, честно говоря, трое детей. И всякое такое. Я уже, ну, в общем, вставша с колен. Я лично. Но ни про какую книжку в Париже, конечно, не слышала. Я говорю, вы уверены? Он говорит, уверен. Такой молодой парень, загадочной репутацией и очень загадочно звучащего имени, он не соврал. У меня в 87-м году вышла в городе Париже книжка. Руками любителей они сняли мои тексты с записей и выпустили книжку. Она разошлась на Западе. Она была, как это бывает, разослана в разные-разные университеты Европы и Соединенных Штатов. Ну, и вот так стали мы жить дальше. Уже в 87-м, 88-м я уже поехала... И даже не поставили в известность автора? Нет, нет, я ничего не знала. Невероятно. Поймите, ну, тут представленные, я вижу, люди старшего поколения, как я, и даже чуть-чуть более. Вы прекрасно помните, что была не то, что стена, а была пропасть между мирами. Мой брат с конца 80-х годов работал в Японии. Он японист, он переводчик японской поэзии на русский язык, такой классист в своем роде, чтобы ему дозвониться в Японию, какие же ужинки и прыжки в семье предпринимались, как же надо было заказывать в Токио этот разговор, как дозваниваться оператору, как это было бесконечно трудно. Даже не столько стоило, это не конвертировалось в деньги, а просто советские трудности. Так что, что нам было, что мы не знаем, что наши книжки вышли в Париже, ну, конечно, не знали. Вот. Ну, в 89-м я уже наведалась в город Париж, я уже познакомилась с теми, кто издавал. Такие были два парня по фамилии Гаврилов и Амурский. Все как следует, все Гаврилов и Амурский, Бендер, Задунайский. Все было как надо. Оба они были сотрудниками РФИ, французского международного радио. То есть пленки у них, записи оказывались у одних из первых. Они были ко мне очень неравнодушны оба. Мой приезд в 89-м году в Париж для них был вполне культурологическим событием. А приехала я более чем официально. Мы выступали в театре Адеон. Мы это... Я приехала в обществе Сережи и Тани Никитинах, и Юлия Кима. Ну, такая, в общем, в чем-то красивая, маленькая такая бригада. Мы трусили, мы... Ну, мы старались быть внятными, не бубнить. Нашим задником в театре Адеон была декорация к чайке, потому что на предыдущей нашему приезду в марте 89-го года, приезду, значит, там была премьера Андрона Кончаловского «Чайки». Вот эта самая лунная дорожка. Чего-то там такое. Ну, типа, люди, львы, орлы, куропатки. И мы в качестве этих львов и куропаток прибыли и выступали на заднике декорации Кончаловского. И это было очень все интригующе, скажу я вам. Я была девочкой, которая сечет по-французски. Я подготовила своих переводов по-французски. Это никому не было нужно, но мне было нужно. Я такая. И я еще в самолете дописывала переводы. Никитин с ужасом смотрел на мое чириканье ручкой по листочку. Но я была неумолима. Я была неумолима. Это 89-го. А откуда ты знаешь французский, кстати? Да как же. Вот так. Такая была неосторожность родителей. Родители свое родительское дело понимали строго. Меня учили музыки крепко, довольно упорно, во всяком случае. Как говорила моя мама уже совершенно под занавес нашей с ней общей жизни. Как она говорила, ты так ненавидела музыкальную школу. И смотри, чем ты кормишь семью. Вот. Так что я обучена была в музыкальной школе. И я даже была там не очень плоха. Но я мятежник немножко. Для музыкальной школы я была мятежник. Я недолюбливала кое-что и многое. И они тоже во мне многое недолюбливали. А кое-что ценили. У меня с некоторыми особенностями слух. Я могу сыграть все, что угодно по сей день. Безо всякой подготовки. Безо всякой. Без ни малейшей. С такими особенностями слуха. В 14 лет я освоила гитару. А класса с 3-го меня стали готовить к французской школе. Потому что мой брат учился в английской. И для разнообразия меня отдали во французскую. Это принесло свои странные результаты. Странные. Брат заговорил по-японски. Да, да, да. А я не оставила французский. Я очень устойчива. Очень устойчива. В каких-то своих вот интересах. Замечательно. А нотную грамоту, вот прости, ты песни пишешь. Ты ее записываешь на нотный станк? На куда? Нотами? Да, я могу записать ноты. Могу или записываю? Не всегда, но могу. Если музыка поприхотливее, то я к этому стремлюсь. И набросок музыкальный я делаю на многих моих листочках со стихами. И старых блокнотах можно найти музыкальный набросок с гармониями, которые я делаю. Тут понимаете, какая штука? У меня есть своя методика. Ее в один, так сказать, присест не расскажешь, но она есть. Люди, как я, например, Миша Володин, это понимают. Мы органически. Такие люди есть. Это не бог весь какой секрет. У нас так создан слух. И если ты случайно стала обслуживать стихи, то стихи содержат в себе нотный рисунок. А нотный рисунок содержит в себе словесный контент. Понимаете? Для меня положить передо мной стихи – это положить передо мной мой нотный набросок. Я не в состоянии забыть эту музыку. Пока не в состоянии. У меня уже большие дыры в памяти. Но свою небольшую домашнюю музыку я забыть пока не могу. Даже в 14 лет придуманную. Вот. Отлично. А правда ли? Да. Ура. Да, ура. Ура, мы имеем право. Право хлопать. Да. Так. А правда ли, что вот из перечисленных бардов и Никитина, и Ким, и Володина, и Долина, вообще говоря, каждый играет на своей гитаре и на чужой не сыграет? Это не как рояль? Нет, я думаю, это полная неправда. А откуда ты это взял? Ну, мне всегда казалось, что особенный строй какой-то. Не, 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 это мистика. Это мистика. Я могу сыграть на чем угодно, во-первых. Это тоже мистика. И мистика. Мистика. Это все мистика. Булат Шелч играл на чем угодно, верьте мне. Он тоже шестиструнку слегка перестраивал, якобы, значит, в семи стронку. Ну, это все домашний мистицизм. Его ничего не стоит на людях преодолеть. Это полная ерунда. Я могу сыграть на чем угодно. Более того, последние два года, может быть, вы не представляете себе, какие вышли строгости почти во всех авиакомпаниях мира. Даже свои легкие, компактные дорожные гитары мы возим по всему миру с большим трудом и усилиями. И есть среди нас те, кто уже отказался от этих неправдоподобных усилий. Юльчир Санчкин приезжает в город XYZ, как попало, руки в карманы, и говорит, принесите ко мне гитару, и играет на чем попало. И я тоже такие вещи иногда делаю. Ну, это просто огромное неуважение эпохи к нам, природным музыкантам. Я это переживаю, но умеренно. Я не выращена в обществе, где уважают поэтов, где чтят музыкантов, где это хоть каким-то образом, какими-то лавровыми венками венчается. Я ведь, как вы догадываетесь, ничего об этом не знаю. Поэтому, когда начинаются небольшие репрессии при входе в самолет, у меня два раза мою самую ценную гитару разрушали, полностью разрушали на авиаперелетах. И, кстати, скажу вам, что это было совсем не тут, а в пределах очень любимой мной Америки. Вырывали у меня инструмент из рук и брали его в багаж, и я не могла поверить, что такое произойдет, но оно происходило. Я получала щепки. Щепки, и я долгое время потом... Тут органично все связано. Я могу сыграть на другой гитаре, но с моим инструментом я связана. И у меня буксовала речь, я не могла рассказывать эту историю. Блокировалась. Это у нас сегодня разблокировка происходит. Небольшая. Отлично. В последние годы я немножко могу про это рассказывать, но так и не могла. А вот эта гитара, на которой ты вчера играла? Да, это она, потому что я приехала поездом довольно специально, потому что для меня травматично теперь стало иногда довольно регулярно лететь самолетом. И я поезд, белорусский вокзал в Москве, очень неподалеку от меня, как близкая от меня станция метро расположена. И мне это легко, и поезд, и привет, все, я уже в Минске вышла. Значит, есть гитара, ей 30 лет. Ее сделали к моему первому выезду в город Лондон. Были такие у нас фешенебельные когда-то выезды. Это и есть тот, мной уже немного вам пересказанный, эффект конца 80-х годов. Так начались 90-е для таких, как я. Это было время таких открытий, таких иллюзий, таких откровений. Там была и гитара, которую мне сделал совершенно замечательный, очень талантливый московский мастер. Она называется «Люитера». Она лютнеподобная, из достаточно специального дерева, и с вполне специальным звуком. Она, да, она мое альтер-эго, мое второе «я». Она существует по сей день. Но я одна, у меня не одна гитара, на самом деле, не думайте. Все самодельно, но не только самодельно. У меня есть свой десяток гитар. Я уже давно боюсь расстаться с чем-нибудь единственным давно. Я когда-то запасных детей себе производила на свет, потому что мне казалось опасным иметь одного ребенка. И по сей день так кажется. Вот. Мне хотелось иметь много родни, много друзей, потому что мне казалось неминуемо угрожающим, если у тебя что-то единичное. У меня седьмая по счету, но последовательно, конечно, не одним пучком собака. Вот, да, кое-чего мне хотелось иметь побольше. Но у тебя бобтейлы, по-моему. Уже нет, уже нет. У меня было два бобтейла подряд. Это, да, собака есть собака. Ох, мне сегодня знатный сон, пересказывать не буду. Но мне приснился сегодня в семь утра такой собачий, такой собаководческий сон. Вот тут у вас, да, в городе Минске. Это к счастью. Ну, во всяком случае, надеюсь, что не то чтобы к несчастью. Я большой собакофил. Нет лучше людей, чем собаки. Конечно, конечно. Хорошо. И мы плавно тогда переходим к детям. Вот можно послушать вообще... Расскажи о своих детях. Как ты ими довольна? Чем они занимаются? Дети? А сколько-нибудь это разве... Это для чего-то нужно, вы считаете? Я полагаю, у каждого есть дети. Это как каждый будет про свой ремонт дома рассказывать. У каждого есть ремонт, и у каждого есть кухня, санузел и прочие подробности. Ну, а у кого-то, может быть, поменьше этот санузел и ремонт, но оно тоже есть. Честное слово, не знаю. Ну, дети, дети. Боря, ну, что бы ты хотела от меня услышать? У меня четверо детей, в конце концов. Вот. По большей части они все родились, когда мне было до 30 лет. Я просто... Я была такая физически... Была и осталась. Щуплая девочка, в которую минимально верили, например, родители и прочая родня. Они очень досадовали на мою щуплость, на мои хронические головные боли, на мою угрюмую физиономию, на мои тройки в школе. Ой, я... Ох, досадовали, ох, досадовали. Ты плохо училась? Не важнецки, не важнецки. У меня были достижения, но были провалы, честное слово, да. Что-то как-то, да. Ну, мне очень это самое... Я не люблю многое. И в школе многое меня... Многое осталось в школе невостребованным мною. Многое? Да. Ну, я ничего, я приспосабливалась, конечно. А какой был способ приспосабливаться у девочки, значит, росшей, ну, скажем, под конец 60-х годов? Такие, как я, мы ничего другого не могли придумать, кроме как рвануть замуж или там родить живое дитя. Потому что все, начиналась независимость. Все, родители отодвигались. Мужчина, если будет хорошо себя вести, пускай побудет рядом. А дети, все, пусть растут, пусть будут мои верные по возможности товарищи, пусть у меня будет мой собственный партизанский отряд. Когда я в свои едва исполнившиеся 20 лет родила старшего мальчика, я, конечно, я была потрясена. Я была из тех девочек, которые очень нешикарно ориентировались на местности, на физиологической местности. Слабо. Хотя моя бабушка была настоящей директором института педиатрии в Москве. А моя мама была настоящей детской патанатом. Вот, между прочим. И все равно ничто не предвещало. Ну, ничто. Родить ребенка, ну, я была поражена, что можно родить живого человека. Я осталась под этим впечатлением очень сильно. Родить живого человека. Будет пищать, шевелиться, будет расти. Матерь Божья, я не знаю, как для вас. Для меня навеки осталась загадкой слово «расти». Что такое вырос, смотри, как этот подрос. Ничего не понимала и сейчас не понимаю, как это происходит. Что такое смена зубов. И это для меня осталось совершенно темнейшим лесом. Когда у моих собак месяцев четыре менялись зубы, я обеими руками лезла им в рот посмотреть, как это происходит. Настолько мне было это, ну, понимаете, бесконечно важно. Что такое смена зубов. Ну, категорически отказывается от детек, а собака сколько угодно. Ну, так вышло. А детек, хорошо, пожалуйста. Значит, я создала три штуки, а впоследствии еще четвертого. Это было очень легко и практически весело. Это была акция самоутверждения, очень симпатичная. Понимаете, я из того поколения. Я вам же уже рассказала про застревание в лифте, про свою буратинность, про адскую, ну, океаническую неуверенность в себе. Я плавала в этом океане. И вдруг я увидела, что можно, повторяю, родить человека. Матерь Божья! Ничего не получается, а это получается. И тогда, в 25 лет, я родила второе дитя. Смотри, оно уже побольше веса. У него уже побольше шерсти. Да, оно уже активнее сосало. И я уже вообще приспособилась к чему-то. Я перестала так пугаться. Я перестала так смущаться. Я уже давно жила отдельно от моей строгой мамы. От моего сурового папы. В те годы очень строгих ко мне. Вот. Значит, ну, дальше больше. Смотрю, снова почти ничего не получается. А это получается. Я родила в 28 лет себе еще девочку. Стали мы жить дальше. Потом уже сильно ближе к 40 годам я родила, значит, четвертое дитя. В это время уже старший мальчик поступил в университет. Средний мальчик, ну, не знаю, что он там делал. К концу школы приближался. Все учились музыке, каким-то языкам. Кто-то был потруднее характером. Кто-то был вполне удобоварим. Дети между собой дружили. Мой тайный план создать партизанский отряд из детей, чтобы они, значит, не то чтобы... Не то чтобы моей команде подчинялись, но хотя бы были от меня неподалеку. И была связь, он весь оказался состоятельным. Он работал. Мой старший мальчик читал моим, значит, детям, что были помладше. Таскал их в кино и театры. Это все было совершенно реально. Все это сработало. Мой старший мальчик, его зовут Антон Долин. Вы можете его видеть иногда, у кого телевизор, у кого компьютер. Он вам рассказывает или пишет о новостях кино. Да, мой средний мальчик ставит после своего актерского образования, и снявшись вполне, в общем, в какой-то момент, давно уже, 10 лет назад, больше, в звездном фильме «Дикое поле», который завоевал и венецианские призы, и какие-то еще там в Сан-Себастьяне, ничего не помню. Олег Долин. Да, у меня существует следующий мальчик по имени Олег Долин. Он ныне театральный режиссер. У него премьера за премьерой в Москве. Он сегодня уже совсем взрослый. У старшего мальчика есть два сыночка, а у среднего мальчика есть целые пять дочек. Ну, кто-то, видите, кто-то всерьез слушал все эти мои глупости про партизанский отряд, да. Я слушал и мотал на какой-то ус. Моя дочка родила одну дочку, и с ней съехала в город Нью-Йорк. Там и живет, работает сегодня на двух работах, на «Голсе Америки» по телевизору рассказывает о том, о сём. Ну, значит, это про дочку. Она как бы такой телевизионщик. Да, а младшему и мальчику 23 года. Он закончил ГИК, киноинститут, и практически еще нигде не работает. Вот с ужасом смотрит в эту непростую московскую реальность, при том, что мой муж, он кинорежиссер. И, казалось бы, можно так легко, ну, просто, вот, понимаете, как нитка в игольное ушко войти в этот несчастный киномир. Но киномир нынешний, возможно, вы догадываетесь об этом, он не то, что суров, а просто, ну, во-первых, он вулканически громыхает всякой пропагандистикой. Это совершенно невыносимо. В моем доме это выносимо с огромным трудом. С огромным, практически невыносимо. Вот, так что мой самый младший, в сущности, маленький мальчик, еще, значит, хлопает глазами. 23, он еще хлопает глазами? Да. Ну, ладно, да? Маленькую паузу. Да. Я попрошу Михаила пару слов сказать. Вот, мне очень интересно. Вот, на себя, я дам тебе микрофон. Вы садитесь туда, как это? Более уйти. Да. Мне интересно, как Вероника воспринимала, ну, конкурентное поющее сообщество? Какие-то мои взаимоотношения с поющими людьми? Это любопытно. Значит, отдохни. Да, да. Я сегодня узнал много нового. Мы с Вероникой, не скажу дружим, но знакомы 41 год. И знакомство наше было, я бы сказал, оно должно было закончиться в тот день, когда мы познакомились. Чисто случайно оказалось, что оно продолжилось, переросло в дружбу и так далее. Это ответ на вопрос Пастормака. В двух словах это выглядело так. Мы познакомились на фестивале в Москве. Меня повел наш общий товарищ знакомиться, потому что была одна тема, которую мы затрагивали в каждой порозе, но сообща. Это Жанна Дарко. У меня была песня о Жанне Дарко, а у Вероники был целый цикл. И вот мы пришли, правда было рано, начал товарищ кричать Вероника, Вероника. Никто не отзывался. Потом Вероника показалась из палатки. Товарищ сказал, познакомься, вот Миша Володин, у него есть песня тоже про Жанну Дарко. Жанну Дарко, сказала Вероника. А что ты смотришь наверх? Лучше наверх, чем вниз. Ты помнишь вообще все это? Да. Что было? Отлично. Да. Сказала, ну-ну, захлопнула полупала и больше ее не стало. Ровно как сейчас. Ровно как сейчас, да. И я после этого, через час, я стоял среди зрителей под сценой, а Вероника пела для меня первую песню. Я никогда не слышал ее песню. Это был, слушай, он зеленый барабан или нет? Зеленый барабан, да. Я выбрал самый звонкий барабан. Он был зеленый. И я подумал так, что я болван в него, влюбленный. А трудно описать то, что я тогда почувствовал. Я ее ненавидел за то, что произошло час назад. И я совершенно как бы был потрясен тем, что звучало со сцены. Вот. Это просто момент знакомства и ответ на вопрос пастерната. Значит, да. А дальше я скажу такую штуку, что вот, любопытно, подряд два вечера. Вчера был концерт. Вероника исполнила достаточно много новых и для меня тоже песен. А сегодня вот такая встреча без гитары. И для меня это два совершенно разных человека. Абсолютно. То есть мне кажется, что вам повезло так же, как повезло тем, кто был вчера. Это совершенно разное действие. И я не был на вот таком вот, такой встрече. Потому что те моменты, когда я знаю, вероника, это либо были какие-то совместные, немного их поступления, либо я приходил в качестве другого гостя на концерт. Вот. Масса вещей новых. Я напишу. Я в каком-то смысле... Поймите, вдруг вы каким-то образом не знаете. Я намекну. Было очень сильное это песенное сообщество людей, пишущих стихи под гитару. Понимаете? Да. Те, кто постарше, знают. Те, кто помоложе, не очень. Да и мимо многих, и, кстати, очень культурных людей, это проходило мимо. Понимаете? Такая субкультура, такое житие немножко подо льдом. Знаете, как я, старинный москвич, всегда переживала, что не найдешь никогда ни писателей, ни поэтов среди своей публики. Не найдешь актеров, не найдешь музыкантов. Учительство, инженерия. Это в наилучшем, наивысшем смысле. Мы были, нас было довольно много, но советская власть так это построила, что мы существовали в как бы непрофессиональном мире, даже гуманитарном, но непрофессиональном. Между ни музыкой, ни поэзией, это же не совсем спроста. Мне в лифте говорили, будешь ждать 6, а может быть 10 лет выхода своей книжки. И многое другое. Мы очень скромно, чтобы не сказать, бедно существовали. Это не в деньги конвертировалось, но к достоинству имело отношение. То, о чем говорит Миша, что мы знакомились на слетах, потому что были эти слеты бесенные, они были очень симпатичные, но тоже глубоко непрофессиональные. Такая, как я, я рвалась в профессиональный мир. Я и по сей день болезненно переживаю, если кто-то, кто-то дразнит непрофессиональностью. Буквально пару часов назад, перед тем, как поехать сюда, я напомнил Веронике, я нашел совсем недавно свое интервью, которое я брал в 88-м году у нескольких друзей, в том числе у Вероники Долиной, на маленьком фестивале, который мы провели здесь, под Минском, в Раубиче, который назывался «Политическая письма». И меня поразила одна вещь. Единственный человек в нашем поколении, а все отвечавшие были примерно главезники, кто сказал, говорил о профессионализме, не о каких-то воздушных материях, а о том, что человек должен быть профессионален в любом деле. И вот эта самодеятельная, авторская, бардовская, какая угодно письма, называйте, как хотите, она должна быть профессиональной. Вчера, когда я, я прошу прощения за повтор, но когда я представлял Веронику, я вспомнил Адин Силевича из концерта 81-го года в Нью-Йорке, когда должны были выступать пятью, пятьюстами, тысячами зрителей, пятьсот тысяч зрителей в Центральном партии, Саймон и Гартингер, имя, я думаю, большинство говорит, что, когда вышел мэр Нью-Йорка, Эд Кох, и сказал три слова. «Welcome, Саймон и Гартингер!» Развернулся и ушел. Вообще, вы себе представляете такую картину, когда выходит мэр, приехав на три слова сказать, а потом выходят музыканты, два таких университетских мальчика, только, ну, там, какое-то время назад закончились, и ставших великими исполнителями и авторами песен. И пятьсот тысяч зрителей слушал, чем поделить. Вот это тот профессионализм, высшая его степень, о которой Вероника говорила тогда, когда никто из нас еще и не помышлял об этом, а большинство так его и не достигли. Скажи, что-нибудь. А ты мне не захочешь сказать. Хорошо. Можно перейти к книжкам? Да, что угодно. Вообще, все стихи поются? Нет. Нет, нет, нет. Был вопрос, все ли стихи поются? Нет, 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 не все. Я многолика, но не настолько. А как они пишут? Я, послушайте, те, кто постарше или чуть помоложе. Лет шесть назад, мои дети. Ну, у нас такая довольно большая интеграция интересов, вкусовая дома. Дети все давно живут своими семьями, своими жилищами. Но у нас некое общее хозяйство психологическое до сих пор присутствует. У нас есть такая своя фабрика грез дома, через которую мы пропускаем репутации, сценарии, замыслы. Это до сих пор бережно, но обсуждается. Когда кто-то задумывает спектакль или книгу, мы до сих пор, стараясь друг друга не ранить, это обсуждаем. Дети меня подсадили на фейсбук, в социальные сети. Лет шесть назад, мне кажется, может, уже и семь в конце концов. Ну, не знаю, в каком-то там тринадцатом примерно году я оказала сопротивление небольшое. Во-первых, я полный незнаток компьютера, по полной. Ну, я всегда держала эту мину, я слишком много занималась, без слишком, ладно, я много занималась домом. Хозяйством. Я не та дама, которая пренебрегала или пренебрегает. Значит, по моему кодексу должен быть полный холодильник. И на довольно помытой плите должны стоять довольно свежеприготовленные кастрюли. Я много лет все это программировала и до сих пор провожу в жизни. Ну, какой компьютер, говорю, оставьте вы меня в покое. У меня и гитара без электроники до сих пор. Но дети каким-то образом настояли, засунули меня на фейсбук. Я страшно оживилась. Нечеловечески. Как сказал мой младший мальчик, заметив эту мою нечеловеческую активность и оживление, он говорит, о, я думал, тебя надо будет неделями натаскивать, а ты вот что творишь. Не знали потомки, какой я, значит, деятель каких именно искусств, какой я контактер, какой я ценитель говорения вслух, какой я на самом деле любитель пространства и даже под настроение создатель миров. Я как села в фейсбук, так больше из него и не вышла. Я стала каждый день писать по стиху. Каждый день. Таким образом, Борис Натанович знает, что каждый год мы издаем по книжке стихов. Берешь свои 200 стихов или 250. Ни в коем случае не меняешь их местами, не дай бог. Не дай бог. Шесть лет ждешь. Так, суровая была реплика. Ох, суровая. Эту археологию я уже отвергаю. Да, мы уже, в это время мы уже нашли Трою, раскопали, написали Илиаду, Одиссею. Ничего не ждешь. Звонишь примерно Борису Натановичу и говоришь, книга готова. Они кряхтя, покашливая, оказывая небольшое внутреннее сопротивление, пытаясь сказать, жди шесть лет. Но сминаю я их сопротивление. Книжка к ним поступает. А я весной отправляю себя в студию, с которой я взаимодействую. Были студии разные. Конечно, я начала в 80-е годы с фирмы «Мелодия». Мы с ними записали кучу виниловых дисков. Я с замечательными звукорежиссерами, с лучшими аудиомастерами и их пультами имела дело. Кое-чего там поднабралось, поднахваталось. Короче, по весне звоню в студию, себя командирую и записываю там из двухсот стихов. Ну, десятую часть. Все, получаю новый альбом. Такая технология. Каждый год. Здорово. Аплодисменты. Вы не поверите, но выделенное нам время истекает. Тут у нас должна состояться следующая встреча, поэтому у меня большая просьба. Вот книжки, мы их сейчас перенесем на сцен издательства, да? И там можно будет их купить. Это свежайшие книжки, да, из тех, что вышли вот сейчас. Две последние книжки. Да. А всего их было уже восемь, по-моему. В этой серии четыре, до предыдущих еще штуки четыре. Ну вот, спасибо, Вероника. Спасибо. Спасибо. Спасибо.